Сессия Печально, но американская демократия демонстрирует, что она не выдерживает удара системного кризиса. Европа тоже погрязла в миросвободчиках, но использует в том числе и наши проблемы для того, чтобы еще больше надавить на русский и славянский мир. Это мы видим в Беларуси и мы весьма довольны, что вчера президент Путин и президент Лукашенко в течение четырех часов обсудили все насущные проблемы. Мы активно помогали и будем помогать Беларуси в международном плане. Это главный форпост противостоянию нацизма, бандеровщины и лесных братьев, которые окопались при Балтике. Что касается внутренней ситуации, для нас исключительно важно, чтобы сделали далеко идущие выводы из прошедшей выборной кампании. Ее суть характеризуется прежде всего тем, что граждане не хотят участвовать в грязных выборах. Несмотря на то, что голосовали три дня и три ночи, по-прежнему еще сейчас продолжают некоторые переписывать результаты. Но результаты совершенно очевидны. Мы укрепили свои позиции, левые народно-патриотические силы, идеалы справедливости, дружбы и суверенной сильной страны. Глубоко живут у нашего населения, оно продолжает активно это поддерживать. Наша команда прибавила на всех муниципальных выборах. У нас сильные, талантливые ребята прошли в местные органы власти. Мы продолжим эту борьбу за новый курс и новую политику. Что касается финансо-экономической политики, я надеялся и еще надеюсь, что премьер Мишустин поправит ситуацию. Почему? Господин Силуанов предложил в силу того, что образовалась дыра в 5 триллионов рублей, сократить главные статьи бюджета на 4,6 триллиона. На мой взгляд, это такое же провокационное предложение, как и некоторых архитекторов перестроить мавзолей. Почему провокационное? В стране, в которой есть огромные ресурсы, оставить без поддержки экономику, малый и средний бизнес, науку и образование, это преступление. В данной ситуации мы не имеем права идти на сокращение этих статей. Что мы имеем? На сегодня 13 триллионов рублей, это в фонде благосостояния. У нас давно такого пухлого фонда не было. Почти 600 миллиардов долларов в золотовалютной резерве, это 44 триллиона. То есть фактически на руках есть два готовых бюджета. Что предлагают урезать? Обратите внимание, на 250 миллиардов урезать здравоохранение. Это на фоне того, что вирус не отступил, вакцину еще до конца не пробировали, а ситуация с состоянием здоровья продолжает ухудшаться. Страна наша уже в этом году потеряла 265 тысяч человек. Целый город, исчез крупный областной центр, продолжает ударными темпами вымирать. Что касается науки и образования, каждый второй, кто окончил вуз, не имеет работы по специальности. Мы обязаны здесь максимально поддержать и помочь наших сограждан. Жилье, кредиты. Страна в среднем живет, полстраны живет на 7 долларов. Это ниже уровня африканских многих стран. А свободных денег на руках в среднем осталось, я посмотрел, по 17 тысяч. Так не нищестила страна последние 10 лет, не один год. То есть нам надо максимально поддержать все социальные программы. Кто хуже всех живет? Живут дети войны. Их осталось 10 миллионов. Пенсия в деревне. Еще раз услышьте, господа из Единой России и правители. 7-9 тысяч в городе 12-14. На эти деньги невозможно концы с концами свести. И сегодня те, кто отстоял страну, те, кто постановил ее после войны, не могут ни одеться, ни питаться, ни таблетку пить. Это абсолютно преступная политика, она должна быть изменена. Что касается политической системы, то, похоже, те кураторы, которые сидят в Кремле, решили ее угробить. На мой взгляд, это еще одно преступление против путинской стабильности. Не укрепляют партии, которые есть в Думе. Наоборот, пытаются создать всякие живопырки, накачать их деньгами и порушить элементарную политическую стабильность. А полноценного диалога уже нет. В нашей партии эти кураторы объявили полноценную войну. Мы ее выдержали и мы выстоим. У нас огромный опыт в этом отношении. Но левоцентрические настроения в стране никуда не ушли и не делись. Никакими партиями за правду, новые люди, невозможно это залатать. Это вообще расшатывание без того сложной системы. Никакими трехдневными голосованиями это не прикрыть. Медведев, каким образом голосовали? Первые два дня я посмотрел от Тамбова до Еврейской автономной области почти 50%. Делали результат. Но все равно результат такой, что Единая Россия, как в ладоши не хлопала, почти везде провисла, а во многих сократилось двое. Да и не может быть при такой политике поддержки партии власти. Медведев заявил, что они правящая партия. Правящая партия прежде всего обязана доложить, с какими результатами они пришли к выборам. Напоминаю результаты, с которыми пришла партия власти к этим выборам. Экономика 10 лет, 1% стагнация. Текущий год, если посмотреть, то ситуация еще хуже. 9% провал. Малый и средний бизнес. Примерно треть потерпели полное поражение, а остальные влачи с жалкой существованием. Стройку. Пятая часть компании разорилась. Минерально-сырьевая база. На 40% сократились доходы. Новые технологии. Ничего нового даже от своего телефона пока не сделали. Если посмотреть, союзники и друзья, мы обязаны максимально поддержать Белоруссию. Тем не менее, некоторые информационные каналы ведут себя хуже, чем прибалтийские лесные «братья» в кавычках. Вот результат. Можете кому угодно доказывать. Безработица увеличилась в пять раз. Бедность и нищета нарастают. Талантливые люди не получают поддержку. Мы предложили свою программу, и она обязательно пробьет себе дорогу. 10 целовек достойной жизни, 12 ключевых законов, которые изменят систему собственности и направят ресурсы непосредственно в прогрессивную шкалу налогов. У нас 104 миллиардера хапнули 38 триллионов рублей. Почти два бюджета. Нигде в мире этого нет. И не хотят платить налоги. Только у нас шкала налогов, которая позволяет им дальше жареть. Я посмотрел, как они использовали коронавирус. 70 миллиардов долларов и 35 миллиардов отправили за кордон. Вот передайте господину Сулуанову 5 триллионов. Та дыра, которая у вас есть. Возьмите с них нормальные налоги, и все будет в порядке. И не надо будет никакой пенсионной реформы. Все спокойно решается. Наша программа поддержана Орловским международным форумом, избирателями. И мы дальше будем ее реализовать в ходе предстоящей сессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова